И все ужаснулись, так что друг друга спрашивают, что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает совластью, и они повинуются. Больше всего тронуло слушателей то, что Господь повелевает незримым, сильным духом. Это мы так, огражденные милостью Божией, и живем, как будто так и надо. А ведь рядом ангел-хранитель, как демон опускает стрелы, какой-то дырь недавитый на нас. Мы этого ничего не видим, они все это разгоняют. Как ложимся спать, как дьявол тысячи разных вариантов выискивает, как нас погубить. Были явные бесноватые. Их люди боялись, они нападали и сгрызали людей. Убивали, их заковывали, они разрывали оковы. И вдруг Господь с ними разговаривает дух, выйдя из него. И вдруг он здоровый, и все ужаснулись. Это новое учение, имеющее власть над духами нечистыми. Другое они не взяли ничего, потому что учителя обычно с чем-то похожи друг к другу. У вас не пить, мусульмане говорят, у нас не пить. Буддисты говорят, у нас не пить. Многое сходное. Но с демонами бороться не знают. Мы не все правила знаем. Люди, которые там живут, где греки, там мусульмане. И бывают дети бесноватые. И никто не может вылечить никакой мула, ни имам. И вдруг сказали, в христианском храме надо принести его, покрестить. И священник дует и говорит, дух, выйди из него. И он выходит, ребенок здоровый. И стали приходить. Случилось чудо. Ребенок выздоровый. Он пошел обратно, и опять мусульманин так остался. И когда про это узнали, запретили. Так он болеет. Не важно, что болеет. Не принимайте. Потому что притворно приходит. Ради только своих импетишек. А они могут сказать, никто этого не может. Видимость могут создать, как вот машут руками, какое-то биополе. А на самом деле, один орган, если облегчение дает, то он еще больше будет болеть. Два других заболеют. Но здесь все ужаснулись. И он разговаривал не заклинания какие-то произносил, а просто подошел и говорит, дух, выйди из него. Обычно, если шаман, то он какие-то там, коготь у него от кабана, от медведя, от хвоста, что сильный зверь участвует в этом, бьет бубен над головой. Шаманят. Призывает темные силы. У христиан не так. Он просто помолился и говорит, дух, разговаривает с невидимым духом. Ты зачем залез в него? Войди сейчас же. Повелевает тебе мой Спаситель. За это чадо Христос кровь пролил. Выйди сейчас же из него. Вот как. А некоторые сами не христиане и тоже стали так заклинать у одного первосвященника Скевы. Семь сыновей. Смотри. Какая силища-то была. А дух им что в ответ? Я и Павла знаю, Христа вы кто такие. И за такую силу всех их раздел, выгнал, исколотил и все. И страх напал на всех. Силу Бог дает. Обычный человек говорит, я сколько раз бросал курить, но опять подбирал. Или пить не мог. Обратись к Богу и все кончится. Ты не понимаешь силы Господня в чем? Он дает силу. Искушение подходит, охота выпить. Стал на колени и все. Перед магазином упади на колени, подними руки, благодарю за победу. И прошел мимо и плюнь в ту сторону. Отрекаюсь от тебя, сатана. Все кончилось. И все ужаснулись бы. Ужаснулись сегодня от того, что христианина пьет или курит или еще что-то делает. А тут ужаснулись, что он из плена вырвался. Притом со властью, никаких шапотков нет, никакие узелки там на ниточки не вяжут. Не так, что 20 раз Богородицу просчитает, а вручинаш. Ничего этого нет. Помолился и все. Лука 10-20. 70 учеников возвратились с радостью. И говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Это 12 апостолов, а 70 это малые апостолы считаются тоже. Он же сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как волния. Все даю вам власть наступать на змеи скорпионам и на всю силу вражьим. И ничто не повредит вам, однако что вы не радуетесь, что духи вам повинуются. Но радуетесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Они удивлялись одному, а Господь говорит, этому не надо удивляться. Вот сейчас на 50-ти столько там творят исцеления, какие это исцеления, один Бог только знает. И люди идут, тысячи микаются, обращаются. Почему? А весом повелевает. И они ничего не высчитывают, а прям повелевает вес, выйди, бесноватые, делаются нормальными людьми. Бог сели на это сделать, но это не говорит о том, что они находятся в церкви. Лука 4.36 И напал на всех ужас. И рассуждали между собой, что это значит, что Он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. Такого никто не слышал, такого никто не знает. К Христу приходили иерусалимские книжники, у которых были очень большие знания. Это сегодня, как приехали бы из Киево-Пещерской лавры, из Иерусалима, архиереи, их посланники. Они со всего мира имели сведения. Ну где-нибудь такое было, они рассуждали. Нет, этот человек творит великие дела. А как он их сгоняет? Ну просто повелевает. Он силой князя Бесовского делает. Они находили ответ совершенно не тот. А Христос прямо говорит, а как? Бес разразделился, тогда бы он вообще пазл не устоял. Не может бес беса изгонять. Да вас застигло Царство Небесное. Но если исцеляют усилитанты, промолчи. Не знаю. Я одно знаю, что это не церковь. Вот это я абсолютно точно знаю. Нет только положения. А исцелять Бог можно где хочет, как ему угодно. Лука 9.1. Созвав же двенадцать учеников, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. Ну сегодня апостольская миссия у епископов. Это их как наследники. А у кого это сила? Нет? Я никого не встречал, что такое сила. Да нет, за это дело и не берутся. Находятся такие, где считаешь, они совсем не так поступают. Приезжают в корреспондент, заставляют, поднимают под потолок. И горизонтально под потолком. Не где-то, вот, допустим, в Кемерово. Но объяснение дайте. Я считаю, прописновато, какие вытворяет дьявол с ними. Приходит священник, отец Василий. А он ругается. По пиару Васька опять пришел, нас бить будет. Значит, то ли у него власть есть, или они досмеются демонам. В газетах все это пишут. А хотел ли бы ты иметь такую власть? Сохрани, помилуй, Господи. Не хочу. Златолус говорит, я чудес не ищу. Я верю в самое большое чудо, в то, что меня Господь нашел. Я не совершил никакого чуда. Никаких голосов ни разу не слышал. Мне ничего этого не было. Но Бог дал мне крепкую, истинную веру. Веру, что Бог вечер, что за меня Он отдал сына единородного. Что в Священное Писание столковали Святые Отцы. Что Вселенские Соборы дали нам мудрые правила, как себя сохранить. В это я верю. Но ни за что. Просто так, святую. Бог дал исцеление. Знать, какие болезни в людях. Не хочу. Для этого есть поликлиника. Для этого есть врач, диагностический центр. И есть священник. Приди именно по собору и все. Человека очень легко соблазнить. Вы помните, во время начала перестройки, какие сеансы по телевидению были. Какая чума на Россию упала. Ничего так и не было. А потом оказалось, тот, кто бесов изгоняет, жена у нее бесноватая. Жизни никакой нет. Все они больные. Я недавно считал, что теперь с этими людьми происходит. А вы смотрите, как прошли, как один день у нас пошел. Мы молились, приходили в храм, славили Бога. Приезжали к нам епископы, которые нам были близки. Матфея 12, 23. Девился весноватый и говорил. Нет ли Христос, Сын Давидов? Чему ли не делятся? Вот это удивление еще больше. Бесов многие изгоняли. Но Сыном Давидовом Иисуса был только один. И вот это чудо, Бог дал нам поверить в Него. Все время повторяясь, самое большое чудо, то, что я поверил, что рожденный Девой Марии, Иисус, это обещанный Богом Мессия. Что Иисус из Магарета, это Спаситель мира. Что Иисус, который жил в Капернауме, это Мой Спаситель. И я верю, что Он был распят за мои грехи. Я верю, что Он воскрес на третий день для моего оправдания. Все время себе говори, кто я такой. Радуйтесь не тому, что имеете власть над бесами, а что имена ваши записаны на небесах. А когда записаны? Покаяние и крещение. И будем разъединять. Наши имена там записаны. И эти имена будут какими-то другими еще, когда откровение написано. И будет написано имя, которого никто не знает. Матфея 9.33. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. Я отношу это к русскому народу. Не было благовестия, молчали. Бес глухой и немой обуял. Поэтому не могут говорить. Там, где бес, там разговоров нет о Боге. Где демон, там проповеди нет. Вот это надо для себя взять. Господи, дай мне силу свидетельствовать о Слове Твоем. Я говорил, что иногда у меня случается во время чтения молитвы, когда воскреснет Бог, я позевлю. Даже не замечу как. Не рот закрою, а внутри почувствую тяга к этому. Я досчитаю молитву, заново начинаю считать. Не досчитаю, так и чувствую опять то же самое. И сразу вопрос. Наверное, я бесноватый. Я каждый день себя проверяю в этом. А потом стал замечать, что и на Царю Небесную меня тянет позевать. Потом еще внимательнее стал смотреть и на отче наш. Уже я нашел три момента, где меня дьявол искушает. И если я не досчитал, а уже позевал, я досчитаю до конца и заново. Вот себе правила такие. Ну, сто поклонов это немного. Начал молиться, звонок. Ну, там, осталось пять поклонов, девяносто пять. Поговорил, больше звонить не буду. И снова начинаем молиться. До трех раз, а уж третий раз сколько будет. Иначе не уйдешь, никуда сейчас созвонит. Сам себе какие-то условия ставь, чтобы сатану сбить. Не звонил никто. Как-то к молитву встал, звонки сразу пошли. Ну, один бы раз, зато почти все время такое. Я вижу в этом происки вражеские, чтобы сбить нас. Только сосредоточился на молитве. Стучит кто-то. А чего? Почему не раньше? Я стоял у окна, стоял полчаса. Я специально вечером этот свет не зажигаю, как положусь в темноте, но вижу, кто-то идет. Может быть, зайдет, нет, ничего. Всем говорю, после девяти ко мне не скучаться без нужды. И не звонить. Теперь уже вроде бы знают. Почему? Это время принадлежит мне. С девяти мы уже идем на молитву. Это наше личное, интимное время с нашим Создателем. Деяние 17.19. И взяв его, привели в авиапак и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобой. Значит, апостол Павел не увлекался исцелением. И они привели его, покажи, как ты исцеляешь. Нет. А что-то новое учение. Они удивились. Никто этого не слышал. Учений много. Но от одного учения их потрясло. Говорит, что эта жизнь временная, а там есть вечность. И будет воскресенье из мертвых. И взяли его. Я думаю, как они шли, дорогой разговаривали, предоставили слово авиапаку. Это большой кинотеатр, сказать. А вернее, это как на стадионе. И он выходил, Павел, и стал излагать новое учение. Новое в том смысле, что на землю сошел Сын Божий. И он победил дьявол, разбил его. Новое учение в том заключается, что Бог простирает любовь свою ко всем и усыновляет. Ты можешь к Богу обратиться, Отец мой. Как на украинском языке у меня, Евангелие написано Батька. Даже еще, кажется, ближе. Нас как-то по родному уже, совсем близко. Близок Господь к нам. И это новое учение нам даровано. Мы можем его нести другим свидетельствовать. Учение все заключается в одном. По Иисусе Христе. Чтобы малые дети все знали. Я завтра приглашу ко мне, кто желает сегодня прийти, две минуты всего. Посмотрите, как учат мусульмане своих детей. И вы оборевнуйте. Не будет ли нам царица Савская на суде в обвинение? Не будут ли эти мусульмане нам в обвинение? Я читал про них. Им вопрос задали. Скажите, а в вашу среду можно внедрить кого-то другого, чтобы не узнали? А узнавал все, а своим передавал. Он говорит, это невозможно. Никак. Ну а ваш такой же, как вот вы. Турок, такой же, чеченец. Нет, не в этом дело. Не в нации. Дело в том, что мы днем не ложимся спать. А мы четыре раза встаем на молитву. Каждую ночь. И у нас молитва, и дальше, проще сколько она продолжается, там, 25-30 минут. И это каждую ночь. Человек, который к нам приедет, он будет как мы, и он сойдет с ума. А ты сегодня не говоришь. Так они готовят. И теперь надо подумать сразу. А как мы? А если нам Бог дарил вот такое учение, как один из вам говорил, если у нас в книге это отмечено, что он говорит, если бы люди знали наше учение, то спокойно спали бы, никто не ворвает. А если бы ваше христианское учение знали, вообще бы не спали, а день и ночь богословили. У них хватает мудрости сказать это, побудить нас к ревности облоги. Ефесянам 2,15. Христос упразднил вражду плоти в своей. А закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самого одного нового человека, устроя мир. Это тайна, которая была открыта апостолу Павлу. Весь мир разделяется не на богатых и бедных, а христиане и все остальные. А тогда разделялось так, евреи и все остальные нации мира. Почти три тысячи. Стена стояла. И Господь сказал, не сообщайтесь, не знайте. Мне пришлось считать, как первосвященник, был где-то на приеме у правителя, и хорошее отношение, кто-ли он за руку позорвался, а тот стал говорить, у него свина вылетела, ему на одежду первосвященнику. Ну бывает, ну и что особенного-то? Как? Он же осквернился. Его сразу на площадь первосвященника раздели сорок ударов палкой. Палкой. А потом обратно кровь из сапогов слили ему, одели, иди в храм, служи теперь. Позор с тебя снят. Вот какая стена стала. И когда самарянка встретилась со Христом, она сразу указала на эту стену. А как ты перелез через эту стену? А ведь иудеи-то не знают со самарянами. Она знала, стена непереходимая, а Господь говорит, разделяет не место поклонения. Бог ищет в духе, а в духе поклоняются на той и на другой стороне. А раз одинаково поклоняются, стена здесь не нужна. Это написано, из двух создал в самом себе одно. Это тайна. Это тайна не открытая евреям по сегодняшний день. Они по-прежнему таятся. У них там своя книга, Шурхана Рух, как с нами обращаться надо. Если упал русский там яму, христианин, а рестница, скорее рестница выездит, чтобы он сдох в этой яме. Если мимо храма идет, православная плюнь и скажи, да разрушит Бог Его, скорее это капище. Их так научают. И они это все напечатали, сейчас в Москве свободную книгу можно купить. Даже депутаты подняли вопрос, человеконенавистический майн камп Гитлера, и тот говорит, меньше ненависти выказывает. Все замяли, не стали говорить. Сумели это так сделать. И что нам делать, спрашивают. Вы призываете к миру. Продолжают призывать. Они ничего из того, что говорят, не сделают. У них будет все по-другому. Если роженица будет, то что-то сделать надо, чтобы ребенка не было живого. Ничего этого не будет. Я встречался с евреями, и мне он операцию делал. Может быть и русский так бы не сделал. Я после этого живу еще 30 лет. Бог так сделает, что тот, который тому подчиняется и закону человека ненавистическому. Он нам просто не встретится. И греет, и все такие. Не надо думать, что все они такие. Каждого русского ловят, и в яму давят, и лестницу отбирают у него. Это в законе сказано. А по закону-то поступать еще как удастся. И поэтому люди ужаснулись, когда спрашивались, что это за учение. Наше учение выражается одним словом. Любовь. И мы ничем не можем ответить этим людям, которые против нас, христиан, придумывают какие-то заповеди, окружить их любовью. Если евреи имеют такие указания, чтобы убивать высшего христианина, как у них записано, а мы скажем, а мы должны помогать самому плохому еврею. И тогда Господь покажет величие нашей веры. Мы должны сказать, все гонения на евреев, какие были, это безбожники делали, и христиане, хотя они назывались христианами. И если будет где-то гонение, оно гонение будет, так написано, их будут гнать здесь. Сохрани и помилуй Бог, чтобы одобрять это гонение. А где можешь заступись, и где можешь, даже пожертвуй жизнь за следов Авраама, и Бог тебя обильно благословит. Аминь.